Совсем скоро в Карачаево-Черкесии стартует масштабная избирательная кампания. В первую очередь это выборы депутатов Народного собрания 6-го созыва. Кроме того, предстоит сформировать представительные органы в девяти муниципальных районах КЧР. Вопросом информационного сопровождения предстоящей избирательной кампании была посвящена встреча избиркома Карачаева-Черкесии с представителями региональных средств массовой информации. На ней обсуждались положения, регламентирующие всю процедуру предвыборной агитации. Также журналисты обсудили с представителями Республиканской избирательной комиссии основные инструменты информационного взаимодействия. О комплексе мероприятий, запланированных в рамках будущей избирательной кампании, мы поговорили с председателем избиркома Карачаева-Черкесии Ларисой Абазалиевой. В 2019 году в сентябре пройдет самая большая избирательная кампания на территории Республики, потому что предстоит выбрать депутатов парламента Карачаева-Черкесской республики. Кроме этого пройдут выборы депутатов муниципальных райсоветов в девяти районах и в нескольких поселениях. Таким образом, кампания 2019 года по своим масштабам, она самая масштабная, самая серьезная. И, естественно, мы к ней уже готовимся, потому что Народное собрание Карачаева-Черкесской республики в соответствии с законом Мы обязаны назначить дату выборов в промежутке между 31 мая и 9 июня. Муниципальная кампания будет объявлена несколько позже, но мы уже практически находимся на старте избирательной кампании. И сейчас, поскольку выборы – это очень сложный процесс, в котором задействовано множество ведомств, задействованы муниципалитеты, задействованы учреждения, поэтому сейчас мы со всеми ведомствами, структурами, учреждениями вырабатываем алгоритм взаимодействия, обговариваем модели того, как мы будем осуществлять подготовку к выборам. И вот сегодня первое из этих мероприятий, оно прошло с руководителями средств массовой информации, с руководителем Роскомнадзора, на совещании обсуждалась наша совместная работа по тому, каким образом будет осуществляться агитация в ходе предвыборной кампании, каким образом будет предоставлено эфирное время, печатная площадь. Здесь очень важно соблюсти все требования законодательства для того, чтобы, с одной стороны, в полной мере реализовать права избирательных объединений и кандидатов, а с другой стороны, сделать так, чтобы средства массовой информации не нарушили закон и полностью выполнили свою роль по информированию граждан, общественности, в то же время обеспечив равный доступ всех избирательных объединений, всех кандидатов к эфирному времени, к печатной площади. А вот в плане информационного освещения, чем предстоящая избирательная кампания отличается от предыдущих? Мы понимаем, что выборы такого уровня и такого масштаба, они, безусловно, интересны обществу, поэтому избирательная комиссия всегда открыта для диалога с журналистами. Для того, чтобы сделать их работу максимально эффективной, мы сейчас работаем над тем, чтобы создать, мы еще не решили, это будет центр общественного наблюдения, где журналисты, независимые наблюдатели могут непосредственно наблюдать за ходом дня голосования, получать свежие новости, или же это будет такой пресс-центр, где будет оперативная информация в ежеминутном таком режиме поступать. Но мы намерены создать такой центр, мы намерены обеспечить всем желающим доступ к информации, потому что мы понимаем, что для населения, для жителей нашей республики получение достоверной информации о избирательной кампании – это вещь достаточно важная, и журналисты в этом плане играют огромную роль.